Главная тема сегодняшнего дня в Красноярске ситуация вокруг краевой больницы. Напомню, накануне мы рассказали о том, что следственный комитет по краю возбудил уголовное дело по факту хищения денег при проведении капитального ремонта в медицинском учреждении. Работы в больнице проводила фирма, зарегистрированная на подставное лицо. Деньги на ремонт, а это 327 миллионов рублей, проходили через счета фирмы «Однодневки». В региональном медздраве и краевой больнице накануне прошли обыски. На ремонте медицинского учреждения нажились, как говорят в следственном комитете, неустановленные лица. По предварительной версии следствия, денежные средства в сумме более 320 миллионов рублей были причислены на расчетные счета коммерческой организации, которую без привлечения можно назвать фирмой «Однодневкой», поскольку в настоящее время она уже продана другим лицам, а до этого была зарегистрирована на одну из жительниц Красноярского края, которая является инвалидом и даже не подозревала, что является ее владельцем. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, а также установление лиц, причастных к его совершению. Ремонт в лечебном корпусе завершился в декабре прошлого года, однако сегодня по факту в здании отсутствуют водопроводные трубы и два десятка батареотопления. Недоделок набралось более чем на 3 миллиона 300 тысяч рублей. Несмотря на это, работы были приняты в полном объеме и оплачены руководством краевой больницы. Главный врач медицинского учреждения Егор Корчагин считает, что действовали они строго по закону. Мы уверены в том, что все процедуры, связанные с заключением контрактов с подрядными организациями, которые у нас выполняли ремонт, они проведены в соответствии с законодательством. Весь объем работ, которые подрядчики должны были сделать, выполнен. Значит, на сегодняшний день есть ряд моментов, которые требуют уточнения с точки зрения прокуратуры, Следственного комитета. В связи с этим назначены определенные действия, которые будут выполняться. Мы, в свою очередь, будем оказывать им всяческое содействие для того, чтобы наиболее объективно разобраться в сложившейся ситуации. Ситуацию вокруг краевой больницы обсуждали сегодня и на Комитете по здравоохранению. Депутаты Заксобрания высказали свои претензии руководству медучреждения. Оно не должно было заключать контракты и подписывать акты приемки части выполненных работ, а переложить это на профильное ведомство. То, что касается прокуратуры, следственных органов, мы в эти дела не лезем. Говорю Евгеньевич, надо отдать ему должное. Проявил ту смелость, я бы, честно говоря, не взялся за эту реконструкцию, потому что такое короткое время, такие короткие сроки, и все время под надзором тех органов, которые постоянно там присутствовали. Но я не думаю, что вот что-то могло такое произойти. Проверка продолжается. Проверка продолжается другим ведомством. Прокуратура передала документы следственного управления. Соответственно, то, что сегодня мы имеем, это факт возбуждения уголовного дела в рамках проверки прокуратуры. Министерство здравоохранения также проводит активную работу в предоставлении всех необходимых материалов по данному делу. В антимонопольном комитете нынешней ситуации совсем не удивлены. В Уфа с дела по таким нарушениям рассматривают практически ежедневно. Всему виной пресловутый 94-й федеральный закон. Тенденции, это правила, это не случай, что очень мало таких добросовестных у нас исполнителей. По крупным я имею в виду, конечно, там не на поставку соков или молока для детского питания. Это отдельная категория заказов. А вот такие крупные, многомиллионные, сотни миллионов, миллиарды, как правило, только такие вот. Напомню, месяц назад следователи заинтересовались токсичным линолеумом в поликлинике Краевой больницы. Проверка Роспотребнадзора тогда выявилась, что в приемных кабинетах превышена предельно допустимая концентрация вредных веществ. Мы будем следить за дальнейшим развитием ситуации вокруг Красноярской Краевой больницы. Ну а ваших новостей я жду по телефону 292-5504 или пишите на сайт afontovo.ru. Сергей Кузовков, Дмитрий Яковлев, Афонтово, Новости.